Слава Аллаху, интрига последних месяцев разрешилась. Даже я, простой депутат Эль-Шатаминов, смог побывать калифом на час. Если вы понимаете, о чем я говорю. Скажу вам по секрету. Интереснее всего было наблюдать изменения отношений людей к себе. От очень уважительного внимания прежде незнакомых людей до полного безразличия. И все это на протяжении нескольких месяцев. Вывод, простая истина. Пока ты, даже по слухам, претендуешь на высокую должность, тебя очень любят и уважают все. Как только должности нет, ты никому не нужен, кроме друзей и близких. Жестокий закон круговорота чиновников. Честно вам скажу, пережив эти дни, я очень пожалел власть имеющих чиновников. Их всех ждет печальная дорога от всеобщего показного обожания до полного забвения. Как говорил первый президент Татарстана Митимир Шарипович Шаймиев, власть это прочный и порочный круг. И нужна очень большая решимость и большое мужество, чтобы этот круг разорвать. Митимир Шариповичу, кстати, это удалось сделать достойно. Что касается нового состава руководства Государственного Совета Республики Татарстан. Боюсь, не все поняли, точнее, многие совсем не поняли. Это Госсовет переходного периода. В сегодняшней непростой ситуации в стране очень нужны политики-тяжеловесы уровня Фарида Мухаммедшины и его команды, которые готовы принять на себя не только все достижения, но и все ошибки и поражения прошлого. Счет, безусловно, будет представлен. И можно только оценить мужество и решимость Фарида Хайруловича этот счет принять и оплатить. Впрочем, эти счета придется платить и нам, депутатам. Напомню, на пресс-конференции в начале года Фарид Хайрулович, говоря о преемнике, так и заявил. Татарстане много подготовленных людей, которые с удовольствием бы продолжили. Но даже подготовленных людей для парламентской работы нужно готовить. Для этого надо пройти школу. Жизнь требует подготовки. Если выйти неподготовленным, будучи на какой-то должности, то люди это сразу почувствуют. Расшифрую. Фарид Мухаммедшин дал понять, не каждый может поднять груз парламентаризма Татарстана. Тем более, что, исходя из современных реалий, нужен не столько парламент политических дискуссий, сколько технократический парламент, оперативно-законодательно обеспечивающий экономические реформы Раиса Татарстана. Откуда я делаю такой вывод? Очень просто. Из парламента ушло много деятелей, искусств, артистов, политиков, гуманитариев, таких как Римма Ратникова. Кто пришел? Конечно, главы районов, директора крупных предприятий. И подчеркну, многие на постоянную основу. Председателем Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству стал Рогат Хусаинов, бывший глава Лениногорска, плюс Назиб Хазипов из Тюличинского района и Камиль Ельманов, бывший глава Аксубаевского района. Добавим в этот список избравшегося на второй срок заместителя председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам Камиля Нугаева. Если на вершину пирамиды поместить заместителя председателя Государственного совета, бывшего вице-премьера, министра сельского хозяйства Марата Ахметова, уже сегодня можно разглядеть контуры будущего технократического парламента, где ведущую роль будут играть профессионалы, крепкие хозяйственники, как говорится, от земли. Это не прогноз, скорее логика движения власти, которая видна невооруженным глазом. Впрочем, у нашего корреспондента Тимура Бекмурзина свои интерпретации важнейшего политического события года. И поверьте, они не менее интересны. Ба, знакомые все лица. Или здравствуй, племя молодое незнакомое. Если брать голую статистику, то парламент Татарстана обновился на 43%, и это показатель внушительный. В то же время совсем уж новичков, людей, скажем так, впервые перешедших порог госсовета, мало. Лидер молодой гвардии Руслан Шагабуддинов и руководитель республиканского центра Форпост Тимур Камалетдинов – новые молодые лица парламента. В то же время и Руслан, и Тимур, несмотря на молодость, известные в Татарстане общественные деятели с активной гражданской позицией, прошедшие школу молодежного парламента. Выбрал я комитет по социальной политике, потому что, сколько себя знаю, я волонтер, то есть общественный деятель, и дальше планирую работать руководителем молодой гвардии. Парламент обновился, и для меня приятно, что достаточно большое количество людей, связанных с молодежной политикой, представлено в парламенте. Я думаю, что этот созыв будет очень продуктивным и эффективным. Руслан Шагабуддинов – самый молодой депутат этого созыва госсовета. Ему 25 лет, хотя в истории парламентаризма Татарстана были и более молодые народные избранники. Марат Бухарай впервые стал депутатом госсовета в 23 года. И вот спустя 20 лет его новый приход в татарстанский парламент теперь в качестве депутата-одномандатника от партии ЛДПР. За эти годы пройден солидный путь от амбициозного студента до руководителя фонда развития промышленности Татарстана. Какими вопросами будет заниматься в этом созыве госсовета – вопрос, скорее, риторический. Конечно, всем, что связано с поддержкой промышленности и предпринимательства. Те санкции, которые наложены сегодня на нашу страну, открывают определенные ворота для наших производственников. Освободилось огромное количество ниш, которые сегодня и необходимо заполнять, и можно. И зачастую для этого требуется в том числе и законодательная база на региональном уровне, инициирование каких-то законопроектов на федеральный уровень. Про этот состав госсовета Татарстана можно смело говорить, как про сплав молодости и опыта. Старожилов в парламенте хватает. И самый-самый Марат Гадыевич Галеев. Он последовательно избирается в госсовет, начиная с 1995 года, то есть седьмой созыв подряд. Аксакалу татарстанской политики уже по традиции доверяет открывать первое заседание в качестве председателя. Ведь новый пока не выбран. Позвольте вас всех поздравить с избранием. Интриги, впрочем, не было. После убедительной победы на выборах у Единой России в парламенте было 86 портфелей из 100. У КПРФ второй фракции в госсовете 6 мест. Кого из двух кандидатов на пост председателя парламента выберут? Опытнейшего Фарида Мухаммедшина из Единой России или колоритного лидера коммунистов Хафиза Миргалимова? Все понимали реальный расклад сил, в том числе и сам Хафиз Гаязович. Мне как депутату доверили быть кандидатом, но я знаю, что я не пройду. Если победить все равно не получится, то хотя бы пошуметь, видимо, решил Хафиз Миргалимов. И в своем выступлении, сумбурно перескакивая с темы на тему, предложил усилить контроль за исполнением законов, национализировать Центробанк и установить жесткое регулирование цен на все. А в завершении вовсе предложил снять кандидатуру Мухаммедшина и свою, чтобы дать дорогу молодым. В итоге никто своей кандидатуры, естественно, не снял. Фарид Хайрулович в своем выступлении был убедительным и взвешенным. Выразил признательность всем, кто в этот трудный период выдвинул его кандидатуру на пост председателя, избирателям за поддержку Единой России, пообещал оправдать доверие и в случае избрания спикером, вести работу парламента гласно и открыто, не злоупотребляя большинство. Я могу твердо сказать о том, что в случае оказания доверия мне на предстоящий срок парламенте, председательства, я также буду аккуратно, с учетом мнения других политических сил, рассматривать все эти вопросы, представляя возможность высказаться. Такое грамотное и выверенное выступление еще больше убедило депутатов в правильности выбора. Подавляющим большинством председателям Госсовета Республики снова избрали Фарида Мухаммедшина. Все точки над и расставил раист Татарстана Рустам Мениханов. Фарид Хайрулович, я искренне поздравляю вас с избранием представителей Госсовета Республики Татарстан. Уверен, благодаря вашему многолетнему опыту, профессионализму и заслуженному авторитету депутатов корпуса Республики продолжить эффективное законодательное обеспечение задач, которые стоят сегодня перед Республикой. На втором месте Хафиз, давайте его тоже поздравим. Уверен, на втором месте Миргалюна. Ну и пожелания Хафиз. Ну, мы же в одной республике. Давай вместе будем работать, спокойно. Ну, мы в одной лодке. Не надо это силы тратить на кто у нас важнее, кто сильнее. Все понятно кто. Поэтому давайте. Держитесь. Спасибо. Эти слова Раиса Татарстана были восприняты как руководство к действию. Все понимают, в каких условиях будет работать Госсовет 7-го созыва. Депутатам совместно с правительством, институтами гражданского общества фактически предстоит преодолевать непростые вызовы. И в экономике, и в вопросах поддержки наших воинов на Донбассе для этой работы состав подобрался соответствующий. Депутат Государственной Думы Артем Прокофьев не сомневается, что коллегам из Госсовета удастся работать конструктивно на пользу республики. То, что у нас нет большинства в составе, это никогда нас не останавливало. И мы это знаем, и примеры есть. Как отметил Раиса Республики Татарстана, Рустам Наргалевич, что перед нами вызовы, мы объединяемся, чтобы их решить. Вопросы поддержки наших парней на СВО, оказания гуманитарной помощи новым территориям Донбасса, Курской и Белгородской областей тоже есть кому продвигать. Депутаты и участники СВО, герой России Расим Баксиков и самовыдвиженец Эдуард Шарафеев. Планы изучения внутренней кухни, работа, ну и законопроектов. Все законопроекты, которые вношу я, они в последнее время направлены на социальную поддержку наших граждан, в том числе семей мобилизованных и контрактников. Вот такая поддержка должна в нашей республике продолжаться и быть на высоком уровне. В структуре руководства Госсовета изменения минимальные, в том числе по персоналиям. Заместителями председателя Госсовета снова доверили быть Марату Ахметову и Юрию Камалтынову. Секретарем избрали, как и в прошлые созывы, Лилию Маврину. Государственный совет и в прошлом созыве, и я очень надеюсь, и в этом новом сетном созыве будет как раз именно с этим одним дыханием, с населением жить и принимать решения, которые, безусловно, будут полезны и для самой республики, и для жизнедеятельности, и благосостояния нашего населения. В Госсовете все те же восемь комитетов, многие их прежние руководители сохранили свои посты. Среди новичков на этом посту Александр Чубаров. Он возглавил комитет по законности и правопорядку. И Рягят Хусаинов. В недавнем прошлом глава Лениногорского района, теперь глава комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета. Коллеги доверили мне сегодня должность председателя комитета. Я надеюсь быть полезным, принести пользу. Новых комитетов в татарстанском парламенте точно не будет, а вот новая группа, в дополнение к действующей «Татарстан Новый век», которая будет заниматься вопросами поддержки малого предпринимательства, развития промышленности, может со временем появиться. По крайней мере, депутат от партии «Новые люди» Руслан Нигматуллин такие планы имеет. Это одна из наших повесток, но сейчас после объединения партии «Роста» и партии «Новых людей» у нас повестка чуть расширилась. Это будет и молодежное крыло будем развивать, и также будем работать с жителями республики. Итак, Госсовет Татарстана теперь сформирован полностью, поэтому уже через неделю после первой организационной сессии будет вторая, где депутатам уже предстоит решать серьезные и конкретные вопросы, и улыбок будет меньше. Начинается большая ответственная работа. Тимур Бекмурдин и Владислав Поташников. 7 дней.